Сегодня мы сделаем такой шаг, после которого у нас будет почти настоящий компилятор, да, значит, тут у нас сейчас кусочки закоработает, компиляция кусочек функции процедуры, самое интересное, нет, но вроде мы сделали, значит, все усилия для того, чтобы подготовить сегодняшнюю атаку, в принципе, задание нетрудное, да, значит, вот, загенерировать код уже для поддержки функций процедур, машину в коде. Ну, вот, но нужно обсудить такой вопрос, который называется «Соглашение о вызовах», вот, это такая маленькая тема, она на самом деле достаточно большая тема, но нам потребуется небольшой кусочек из нее, сейчас мы поговорим о том, как уже в машинном коде, на уровне ассемблера, да, организовывать вызов функции, значит, передача параметров, организация локальной среды, возврат результатов, очистку стеков в сети, значит, называется «Соглашение о связях», о вызовах, точнее говоря. Иногда говорят о соглашении о связях, но давайте уж так, по-английски это называется «Calling Conventions». Это, на самом деле, некоторый протокол, который вы должны придерживаться, вызывающие, вызывая функции, вот, и на самом деле, вариантов здесь многое, зависит это не только от процессора, разумеется, от процессора тоже много чего зависит, зависит, например, от того, если там стек или нет, вот, зависит еще от языка, если у вас там есть вложенные функции, это одно, если их нет, это другое, если у вас, скажем, есть такая штука, указатель на функцию, дали там, функция назначения, как вызвать там функцию к указателю, что такое указатель, взят на вложенную функцию, что это означает, да, там есть всякие разные забавные аспекты, вот, до которых я боюсь, мы сегодня не доберемся, потому что, значит, нам нужно написать компилятор для конкретного языка, вот, и наш компилятор, он, как вы понимаете, погружен в систему и в систему поддержки языка «Си», да, поэтому достаточно естественно, что мы должны придерживаться соглашения о связях «Си», ну, потому что тогда мы сможем спокойно вызывать, скажем, функции из-за цендарта рантайма, да, «Си», вот, а если нет, тогда нужно что-то придумывать, да, вот, поэтому, и сейчас я, это, значит, вот, на самом деле, из всех соглашения вызов, да, и вообще от всей этой науки, технологии, да, инженерного отдела поддержки функций, будет маленький кусочек, там, процентов, может быть, 20 или 30, если останется время, мы, может быть, обсудим какие-то другие варианты, но пока я хочу рассказать, как вот конкретно в модели, в модели процесс 3x8632, да, значит, вот, стандартным образом вызывать, возвращаться из функций, вот, значит, тут у нас всегда есть две стороны, они стандартно называются вызывающей стороны, вызываемая, по-английски, колер и коли, это, значит, вызывающий, вызывающий функции, это коли, это вызываемое, вот, значит, и протокол здесь такой, да, значит, и, причем, еще раз говорю, мы говорим про x8632, других архитектур, в том числе, там, других вариантов этого процессора, да, может, все выглядит по-другому, вот, значит, протокол, на самом деле, нам известно, мы уже проходили, да, мы немножко писали на ассемблере и видели, как-то делается, но я напомню, да, называемая функция должна положить аргументы на стек, то есть на стеках x86, то есть перед вызовом функции у нас обычно пуш-пуш-пуш-пуш-пуш-пуш, кладутся аргументы в обратном порядке, то есть последний аргумент виски параметрах придется первым, сделано это вот почему, дело в том, что вот в языке все, соответственно, вот той инфраструктуре, в которой мы живем в том, рантайме, как-то рантайме, вроде как-то хороший русскословно, договаривались, можно будет рантайм, вот, значит, там есть функция с переменой числа аргументов, да, вы знаете, что такое, в общем, если вы не знаете, то почитайте, если знаете, то хорошо, да, есть такая штука, как треточи, эллипсис, языки си, вот, значит, с треточием работаю с помощью, на самом деле, специальной примочки, которая называется старк, вот, это на самом деле набор макросов, да, значит, которые, реализация которых меняется в платформе, но она вот умеет, на самом деле, в небезопасном ACF-режиме, да, работают с низкостным параметром, да, значит, вот, поэтому, когда вы вызываете функцию, на самом деле, сама функция, она может быть перемене, что в аргумент, она не знает, сколько в аргументах и далее, она знает, а первое, второе, третье, а потом идет троеточие, и сколько там их есть, непонятно, да, вот, и поэтому, да, если у вас неизвестно число параметров, тогда, если у вас есть, вот, скажу, вот, как устроен принт, да, принт, принт, он устроен так, да, это кр, флт, троеточие, так вот, описан принт, ну, стоящего за того, что иногда, что конст, как зависит, вот, какая версия там, какой вариант языка, используется, вот, и сам принт, поэтому, да, значит, он хочет работать с ФМТ, он ему нужен, да, но здесь хвост ему непонятно какой, и если мы, значит, там, передадим в прямом, порядок, и сначала положено стык ФМТ, а потом все остальные параметры, то ФМТ ползет наверх по стойку на неизвестное расстояние для принтфа, принтфа, кто же сам принт, будучи вызван, не знает, сколько выбежали параметр, колер знает, он знает, сколько он сделал пушь, да, но принтф-то сам не знает, когда вы вызвали, он уже не знает, да, и поэтому, да, ФМТ у ползет далеко по стойку и будет нельзя пользоваться, поэтому языки седан, и вообще языка с применочным параметром, да, имеется смысл параметров на дворах в порядке, тогда, значит, у вас ФМТ будет лежать на вершине стыка, а вывши него в обратном порядке будут лежать, значит, вот этот хвост, который неизвестно, такого размера, ну, на самом деле, да, вы понимаете, что здесь написано на какая-то, вот, 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 в ФМТ написано экстра программа, да, который принтф интерпретирует, и который позволяет вам взять некоторое нужное количество позиций, если пользователь не ошибся, если ошибся, то будет плохо, вот, ну, такой ансив язык, вот, значит, понятно, да, поэтому из-за функции перемены числом аргументов, параметры, все модели передаются в обратном порядке, последний параметр, разница в первом, предпоследнем, вторым и первый, последним, и тогда первый оказывается на вершине стыка в момент вызова функции, да, вот, значит, вызывающий фунт кладет в параметр, потом она делает инструкцию колл, да, просто она вызывает функцию, что происходит со стыка в этот момент, на самом деле к этому списку параметров на стык попадает адрес возврата, то есть адрес там в коде, точка в коде, куда нужно вернуться, когда вы закончите сусу на этой функции, понятно, да, поэтому стык, момент, когда вы попадаете в функцию вызываю, когда вы попадаете в кали, да, кали, вот в момент, когда вызвали, он видит такую штуку, он видит на самом деле, арк 0, арк 1 и так далее, арк n, вот тогда стык растет вниз, и здесь вот адрес возврата, вот в такой, вот в такой, в такой позиции, да, значит, стык в таком состоянии стыка, колли получают управление, да, и когда он закончит работу, да, он должен вот стык оставить в таком положении, чтобы сказать return, инструкцию return, return, она снимет вот этот ряд, сделает переход по этому адресу по косвенному, то есть вернется туда, на первую инструкцию после вызова, да, когда вы говорите call, то адрес следующей инструкции кладется на стык, когда вы делаете return, то вы попадаете сюда, так, значит, вот организуется вызов возврата с функции, да, а вот это, вот этот блок параметров он на стыке, после возврата из колли будет выболтаться, понятно, да, его никто не уберет, поэтому после вызова функции, да, вызывающая функция, коллер должна этот, эти, то, что она положила, должна свою почистить, вот, значит, это называется C-шное соглашение о связях, там C-коллинг конвеншенс, вызывающая функция, кладет параметр на стык, и снимает их со стыка, очистит стык, да, вызываемая функция получается параметры в обратном порядке, вот, ну, вот так, это далеко не все, что нужно еще знать, вот, поэтому, да, поэтому, значит, вот, в терминах, скажем, как выглядит вы за функции, вот, 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 с точки зрения вот этого джентльмена, если можете показать, пуш, нечто, да, пуш, нечто, сколько там, пуш, нечто, потом кол, колли, и потом, на самом деле, эд, эль, примерно так, да, раз, два, три, вот, короче говоря, N умножить на 4, ESP, почему 4, потому что размер слова такого, да, здесь N слов, да, вот это N, N слов, вот, вот так выглядит протокол вызова, может меняться, на самом деле, в зависимости от того, какие-то мысли предпринимает оптимизатор, он будет выглядеть по-другому выглядеть в языках, где стыка нет, то есть в процессоре стыка нет, значит, такие бывают, он будет выглядеть по-другому в языках, где в процессоре, где, скажем, для передачи параметров используется не стыка регистра, но вот эти компоненты, да, вызова связи, вызова, в соответствии с соглашениями о связях C, всегда были так, каким-то образом передаются параметры вызов, и, значит, вот очищается, если нужно, да, вот, то место, куда эти параметры были положены, вот, это мы описали на самом деле часть соглашения о вызовах, которые касаются поведения взываемой функции, в общем-то, здесь больше ничего не будет, да, значит, в наших, в нашей модели результат возвращается в регистр ЯИКС, да, вот, результат, если попадает в одно слово, если там ни одно слово, но это уже там, в нашем языке таких ситуаций не будет, вот, если там что-нибудь, вообще, в хороших языках достаточно одного слова, язык Си не относится к хорошим, там, например, можно структуру вернуть плоскую на стыке, да, значит, но там приходится возвращаться, вот. Значит, в простейшем случае, если вы хотите вернуть структуру, да, то вы должны в статике, вызывающей функции, завести под нее место, передать адрес, да, да, вы не можете вернуть длинные значения на стыке, потому что на уже соглашение о связях, понятно, да, вот вы в момент возврата должны прийти к такому стыку, вы не можете здесь оставить структуру, какую длину, если вы не хотите вернуть там килобайт память по каким-то причинам, там, в плоском виде, вы не можете его разместить здесь, но вы, да, зная, как устроена функция, можете разместить его в статике, вызывающие функции, и здесь передайте адрес на нее, понятно, да, она все равно окажется на стыке, но она окажется на стыке вот выше этой структуры, да, в общем, там есть тонкости, да, значит, но в хороших языках, да, давно уже договорились, значит, вот все делать соочи одного слова, вот и не учатся, в общем, это идея о том, чтобы можно было работать с плоскими значениями, расположенными на стыке, она, в общем, для себя не оправдала, он сказал, что это короткий язык или попой? Какой? С ШШРом. Ну, структуру можно вернуть. Ну, там так же, как в Пютах, там, он выделит просто место на выговаривание. Ну, плохое, значит, изучу, я же сказал, я же, хорошо искать, кричитил это. Дело в том, что просто вообще, так сказать, это самое, в каком-то смысле, да, значит, стэковая дисциплинат введения памяти, да, она такая уже устаревшая. Мы сами говорили, там, передачи-продолжения, да, бестэк, а там куча, забыка, не все, ну, понятно, для чего это нужно все. То есть, это, наверное, да, значит, как-то это может что-то чуть-чуть делать эффективнее, но, но, в общем и целом, у меня нет никакой точной информации, да, по этому поводу, да, но мне кажется, что это вещь, которая сильно усложняет жизнь всем. И реализаторам, и разработчикам тоже, потому что нужно знать, отличать, да, структуру, которую у вас лежат плоско от не плоско. Потому что те, которые лежат плоско, да, у них там есть специальное поведение, скажем, когда выходит, деструктуру могут вызваться на них. Не хотелось бы вообще, чтобы можно было там различать вот такие ситуации, да, нужно думать-ка, где у меня лежит вот это? Она лежит там, она лежит сям, да, вот тут она вызовет, тут она не вызовет. Как-то это очень сложно получается. Я понимаю, если бы это давало кидаем там гигантский выигрыш, но похоже, что ничего такого не происходит. Поэтому, в общем, к таким штукам я отношусь с сомнением. Хотя, еще раз говорю, у меня-то только на уровне, так сказать, эмоционального отношения. В нашем языке, да, значит, мы будем возвращать только одно слово, и нам хватит этого одного слова. Так. Теперь мы будем разбираться с тем, как устроена жизнь и функция, которую вызвали. Потому что, значит, тем, что ее вызвали, это ничего не заканчивает, только начинается все. Значит, опять-таки в модели и нашем языке, и в модели C, у нас есть функция только одноуровневая. Да, у нас нет сложных функций. У нас нет функций, как значений. На самом деле, на самом деле, есть указатель на функцию, по крайней мере в языке C. В нашем языке не будет указательной функции, хотя, в принципе, ничего не препятствует их видению. Да, то есть, можно, в принципе, и завести указательную функцию. Там есть, есть эта тонкость, но бог с ним. У нас не будет указательной функции, поэтому пока не столкнемся. Вот. Значит, поэтому мы считаем, что у нас просто есть обычный функций, который можно вызывать. И они не могут быть вложены, не может функция вложена в другую функцию. Чем плоха функция вложена в другую функцию, она всем хорошо, очень удобна, да. Но у нее среда сложная. Вот. Бог с ним. Если останется время, поговорим. Там много интересных. Значит, есть аспектов. Вот. Но наша, значит, наша функция обычная, да, и все, они работают с средой двухуровневых. Да, у них есть глобальное состояние, глобальная память. Там переменную файловую уровню. Да. У них есть, собственно, локальное состояние, параметры, глобальные перемены. И мы, кстати, очень хорошо это видим, здесь семантика, которая состоит, он так устроен. Да. Так вот, глобальное состояние одно на всех, но кто на глобальное, да. А локальная среда, она уникальна для вызова, для экземпляра вызова. Мы вызвали функцию для него, помните, нашу семантику, да, мы делали локальную среду для каждого вызова. Вот. И когда одна функция вызывает другую, да, то локальная среда для вызываемых функций образуется как бы в контексте локальной среды для вызывающей. Да, поэтому у нас появляется такая штука, как динамическая последовательность вызов. Да, то есть это последовательность. И причем, причем понятно, что поскольку у нас функции вызываются и возвращаются в стеклый образом, да, то есть мы умеем выйти только из одной функции, да, значит, у нас нет никаких пока что, да, и не будет в нашем языке, а там исключения и так далее. Вот. Вот. Но даже если так и произойдет, да, все равно, значит, если вы вызвали функцию, вы возвращаетесь в функцию в предыдущую, в точку вызова, да. То есть они там стеклого-то вызвали одну функцию, она вызывает другую, и пока другая не закончилась, предыдущая тоже не закончится. Да, они живут по стеклу, да, стеклой дисциплины вызов. Вот. Поэтому на самом деле, с точки зрения, вот, как не знаю, там, ну, как рассказать-то, формы, да, вот формы, значит, вот, организации формы организации хороших, по-английски я сказал бы shape, но вот по-русски не знаю, как сказать. Короче говоря, динамическая цепочка вызовов, это вот что такое, это на самом деле стек-сред функции, да, это, там, е1, е2, давайте, еf, еg, еh, е от слова environment, то есть среда, и, между прочим, они могут повторяться, да, функции могут быть рекурсивные, могут быть они, кстати, между прочим, косвенно-дик рекурсивными, да, и поэтому здесь, например, есть несколько сред для функции f, вот одна и другая, да, для f вызвала g, не возвращаясь, да, потом-то вызвала h, а h вызвала снова f, да, у нас получается две среды функции, разную, да, значит, там и для g тоже, вот, две разные здесь, вот, и на самом деле, значит, что там за кем идет, и как оно там, это предсказать невозможно, нельзя, да, значит, языке, задачи алгоритические разрешимы, нельзя, там, как-то оценили, раз навсегда, значит, какая, какая, какая возможна форма вот этого стека, да, значит, он динамический, и с нашей точки зрения меня есть непредсказуемо, вот, значит, вот, и живет это, эти все среды, они должны, это локальные среды, да, и есть глобальная, глобальная среда, глобальные переменные, которые я там наверху, и они, одни на всех, мы про них не думаем, мы о них не заботимся, потому что это не наше дело, вот, так вот, вот эти среды нужно иметь организовывать, живут они, естественно, стыки, для этого стыка придуман, да, то есть здесь живут не только параметры, потому что параметры тоже входят в локальную среду, но и все локальные переменные, и мало того, значит, в нашем языке, если вы заметили, у нас есть локальные переменные, у нас еще есть временные переменные, да, потому что у нас есть локальные переменные, есть временные переменные, которые там живут на символическом стеке, и которые под конец впадают в просто обычный стек, помните, да, когда выяснять очень большое выражение, да, у вас может быть там три переменного локальных, очень длинное выражение, сбалансированное, да, и для того, чтобы посчитать это выражение, вам требует дополнительные там позиции на стыке чтобы у нас когда тут умеет делать да вот он уже умеет и делать и это все то есть вот здесь на самом деле локально всегда стоит из параметров локальных переменных еще временных там какие-то значения которые нужно запустить что посчитать все что требуется да недостаточно нельзя посчитать конечно памяти да то что у нас есть может то есть в конечном можно заранее задание нельзя то есть выражение могут быть длинные и потребуется дополнительное значение и вот эта штука она называется записью активации запись активации по англице активаешь на рекорд и я не знаю почему так называется на мой взгляд это очень удачно название но вы должны его знать поскольку вы занимаетесь компьютерами вот это штука часто встречается активаешь рекорд это ну вот активация функции да это запись на стейке которая соответствует вызову функции который еще не завершился здесь все функции вот вот это фунт сейчас работает она последняя да вот а эти все ждут пока закончится там как приду и все предыдущие да точно так же да это этот одно и то же запись активации это вы более абстрактное название достать фрейм мы говорим тогда когда у нас появляется там действительно фрейм то есть вот два регистра которую в принципе да это правильно да асп и наконец асп и наконец поэтому да да но на самом деле запись активации может быть даже тогда когда вас не у кого столько монеты фрейма регистра нет скажем если у вас будет не знаю там все регистровые там соглашение связи все равно начать активации будет адресом это будет на стеке например да то есть она как бы не совсем то да значит те которые более высокого уровня подход но в принципе да в наших тернах увидишь запись активации там с такой фрейм это примерно одно и то же это уже технологические там до термическая разница не очень существенно ну вот и и вот оказывается на самом деле что вот для того чтобы вот такую штуку здесь сделать до требуется усилие стороны вызывающей функции вызываемой функции то есть вызываемая функция вот она получила помните когда параметры и адрес возврата и это мало похоже то что и надо и еще нужно какой-то какую-то часть на стеке отвести под локальные перемены под временные перемены которые там у нее которые понадобились каким-то чертом да вот и поэтому да в принципе да если вот как устроен как устроен запись активации да она устроена так вот она устроена так здесь вот лежит посередине адрес возврата вот здесь вот параметры считаем что стек растет вниз а здесь все остальное иногда вот это называется локальной статикой но это чисто русская русский термин я не встречал чтобы local static использовалась где-нибудь там это не буду грешно что только на статика на все остальное сюда подачу раз говорю значит локальные переменные все временные значения и на самом деле все что может понадобиться функции и размер вот этой штуки он не фиксированный то есть статически вообще горе не определим то есть можно сказать что они меньше чего-то там да но вообще говоря есть там возможности значит вот что среди про которым мы говорим скажем несколько функция лока которая называется на ауна к что-то там и возвращает на вот звездочка прошу любить и жаловать это такая штука которую он умеет на стыке отводить память работа почти как молок но только отводит не на них не в куче на стыке чем хорошо тем что не надо освобождать на память у нее стыковой дисциплины выйти из функции потеряйте все что внутри это функция лоб а лукой на на еле да но это приводит тому что у вас указались только здесь едет до вниз и в общем размер вот эту область и да начну становится вот почему не хорошо говорить локальная статика то потому что он может динамически меняться как угодно мы можем много интересно написать с помощью лока так что это кусок это области он размер от области он вообще говоря может быть там ким попало и понятно да что когда мы попадаем внутри вызывай ему и функции у нас так вот так устроен и это нужно еще отвести до научиться как-то добираться параметров это всего остального до разумного разума еще и перед возвратом нужно это все дело от есть обратно вот значит для того чтобы это все жило есть можно делать если по-разному если у вас размер вот этого куска фиксированный статический тогда вам в принципе достаточно одного указателя стека да вы его сюда вошли вы знаете размер своей вот этой самой части до выдвигать кратисты к сюда ну и дальше вы положительно смещением адресуете не забывая перепрыгать через адрес возврата да вот это все это всякие ваши локальные переменные и временные значения а вот это все параметр это все будет положить на смещение от сп понятно да достаточно сп но так делают вот если вы скажете же си такую такой 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 опток фомид шеймпоинтер он будет генировать такой код будет стараться не заводить ничего лишнего кроме сп все строится и сделать можно не всегда если вы начните пользоваться локами да ему там будет не не выкрутиться не знаю но может есть такая штука вот значит но вообще говоря да вообще говоря поскольку вот это может уехать далеко если у вас это выезжает динамически далеко товарищи далеко и уезжает указатель стыка и вы уже не знаете по каким смещением можно добираться этого всего дать смещать становится не эстетическими очень трудно за эти наверно можно следить там но это уж это уже невыносимый поэтому здесь если поправши по простому теперь для доступа к локальной среде точнее говоря вот к этой штуке запись актива собственных функций полюс другой регистр и регистр стыка он называется регистром рамки стыка значит по-английски это либо фреймпоинтер значит в наших термах табы из поинта потому что называется его по это как раз бы ну почему и так называется черт его знает не бп вот есть пиевп 2 регистра которые предназначить для того чтобы адресовать стык вот и предполагается что вот этот самый поинтер указатель рамки стыка он указывает отсюда всегда сейчас объясню почему есть еще есть некоторые некоторые не определенным позже разрешил откуда сюда он оказывает указывает и тогда что получается он указывает сюда положить на смещение воды добирается до параметров по отрицательным до всех локальных переменах которые вы можете адресовать специалистическим десам а если вы можете есть куда угодно и вот не мешает никому но это конечно немножко сложнее немножко более на немножко больше нагрузка на время исполнения почему потому что на опер заниматься видеть как-то во-вторых вас не регистра санитум данность 22 регистра защищает за 100 их нельзя его поэтому взять его что вы там установить вот кроме этого вы заснуется более длинным почему ну потому что если вы считаете что у вас есть бы из поинта указатель рамки стека дата он есть каждый запись активации каждая функция она имеет свое свое значение указатель рамки стека когда вас вызывают вы оказались вот здесь вот и вы не можете пользоваться вообще говоря и bp почему потому что он был занят в нем лежит указатель рамки стека объявляющих вызывающие функции если вы его испортите то вам будет хорошо вызывать функции будет плохо иначе будет плохо всем да значит а функции связано круглой рукой вот значит поэтому его нужно сохранить до отсюда возникает такая штука которая называется пролог функция сейчас мы здесь все перепишем пролог английстами пишется пролог сейчас напишу как выглядит пролог функции выкрасим 632 да значит он устроен так push l и bp это нужно знать как лучше наш кстати знает лучшему че наш муж или и сп и bp сабель здесь будет вот что значит это самая с некоторая с dsp вот три инструкции сейчас давайте разберем что происходит здесь да давайте я нарисую как стек здесь трансформируется под водитель этих инструкций значит мы с этого начинается код функции каждый раз вы здесь попадает сразу после вызова то столько устроен так это параметры да здесь адрес возврата и вот сюда кстати между прочим я до сих пор так и и не помню вот сп показывает вот сюда и на 1 свободно это неважно самом деле да это зависит бог с ним будем считать что на 1 свободное место я вот вот сюда буду писать чтобы чтобы есть максимально двусмысленным значит я не знаю куда она кажется мне то ли сюда то ли на птика свободное место это можно посмотреть я много рассмотрел много раз бывал не медиков зачем что происходит здесь вот и bp это указатель рамки стака вызывающий функции его нужно сохранить мы кладем вот сюда это и bp вызывающий вызывающий функции вот сейчас так у нас съехал теперь стак у нас указывает вот сюда да теперь мы устанавливаем на собственные указатели рамки стека мы говорим что вот этот мест куда указывать сп это есть наша нашим гостепы то что мы хотим да мы теперь можно сюда добираться сюда добираться то есть теперь у нас есть п он раннего п вот этой инструкции мы его сюда за за описание а дальше если мы двигаем двигаем вниз на размер которым откуда-то знаем да вот здесь размер с и сп гадать стега болтаясь это внизу значит это какой-то как константа который мы знаем да что это не значит что больше есть по не будет двигаться это значит в момент вы за функции знаем что как минимум сколько сколько нам надо вот и вот вы получили на структуру вот это я запись актива смотрите у нас есть параметры адрес возврата сохраненный указатель рамки стека вызывающие функции и наши полезные данные как ты сказал будем работать и указатель наш рамки стек указывают сюда до соответственно смотрите на типа положительно смещением но только через два слова да это плюс 4 это плюс 8 это будет плюс 12 кажется зависит от куда оказывать его это будут плюс 12 плюс 16 плюс сколько там будет плюс 20 24 эти слова это все параметры да вот по отрицательным смещением да значит будет у нас наши локальные данные вот это пролог данность когда функция закончится она захочет вернуться и ей нужно как мы понимаем привести значит значит кому-то исходное состояние до нас я нужно первых стек откатить вот сюда потому что как мы говорили перед инструкцией лет у нас уже не так должен быть вот такой тогда значит мы сделаем return с ней вот этот адрес да значит и дальше все будет хорошо но кроме того мы должны еще и в п остановить мы должны восстановить его указатель рамки стека называющие функции чтобы она себя чувствовала хорошо и поэтому есть возникает такая что которая называется эпилог функции так я вас пишется и что ж такое который выглядит достаточно просто а как он выглядит сам не вот как move move и и бпп и сп поп л и бпп и все на самом деле вот эту штуку можно они они отсчитывать обратно потому что у вас его поесть когда вы вот сюда вот его по запишите в сп вы поднимите стек сразу сюда потом поп нити и бпп сохраненное значение да да это важно на самом деле вот но есть ред на сам давай считать стоит тоже вот таким образом в ситуации когда у вас есть указатель рамки стека да вот так вот устроена запись активации вот эта штука называется как раз вот прям на самом деле да вот почему это значит рамка стека потому что эта рамка которая стискивается тогда значит от от указателя стека до кого-то момент ну вот это все называю записи активации иногда говорят фрейм хотя это может быть не совсем точно вот так выглядит пролог так пилог опять-таки вылись не могут немножко по-разному значит разным бывают разные инструкции которые умеют это делать за 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 один раз но я не хочу про их говорить мы и конец не будем вот а а зачем это надо в общем дело в том что окей да значит там будет enter live на что такое второй параметр или в это уровень ложности на горе проложенной функции но я может быть и буду говорить но чуть позже потом это у нас все уже есть до enter live нужно две инструкции заводить зачем работать не быстрее чем эта последовательность а как бы немедленно между прочим в общем я не вижу смысла есть инструкция которая позволяет это делать и делать много еще что наканечены ну нам они не очень нужны вот я сейчас подумаю значит тут есть много разных забавных я уже говорил обстоятельств и вот но я бы хотел сначала поговорить о генерации кода а потом если останется время описать общую картину или более общую картину вот так так да давай теперь обсудим как как нам в принципе да как на мере велико для наших языка и в принципе кажется что все достаточно просто но вот такую такую штуку сделать в общем этом не бог есть что вот там есть некоторые обстоятельства во первых да как мы знаем значит наша стыка машина как раз справляется с вызовами как функции такой процедуры да никакие проблем там нет и у нас все есть на для это вот но различие между стыковой машины x86 они привык к тому что на самом деле сгенеру и кодли x86 корректно образом по коду стыка машины не можем вот тот код стыковый который прекрасно работали процедуры функции он на самом деле достаточно я ведь не почему ну вот например как выглядит в ходе для стыковой машины вызов много-много-много раз считаем аргументы в обратном порядке мы договаривались до нас так стыковой машины делаем кул то есть переход и сюда вот как вы должны сгенерировать код для x86 скажем для инструкции кул вот у нас есть код стыковой машины который называется колд и как мы должны а это стыкова стыка машина сейчас говорю что должно соответствовать и в ходе x86 от инструкции ну во первых должен быть call f да но кроме того да ночь нужно положить на стык x86 аргумент параметры да вот здесь стыка машине лежат на стыке стыковой машины а тут мы должны был грубо говоря скопировать их с кода стыка машина же символически тогда то есть на самом деле вот на момент генерации кода инструкции кул да надеюсь вы следите за за мою мыслью вот значит у нас есть символический стык которого написано да где точки зрения x86 лежат соответствующие позиции стыка стыковой машины но лежит в ебэ икс следующие там я ци x и да и есть там это может быть где-нибудь угодно и здесь мы должны их положить просто на стык x86 потому что такое соглашение связи у нас нет никакой проблемы с тем чтобы взять допустим символическая стыка вершины положить на стык x86 просто взять и делать поп да значит и сделать move насколько таких надо делать попов не знаем вот здесь было все равно мы там вызываем попадаем на инструкцию бегин который сама знаю сколько и надо а здесь мы не знаем мы не знаю сколько нам скопировать да значит вот в позиции сколько позиции на символическом стыке соответствует аргументом функции нам это нужно знать во первых для того чтобы их сюда положить а вторых потому что здесь чтобы должны написать от эль что-то там кисп и опять-таки для этого нужно знать сколько мы положили то есть нам не хватает информат на мы не знаем сколько здесь аргументов как из это выйти можно выйти разными способами да значит простой способ но не самый хороший просто залезть вот по этой метке на чьи коста к машины посмотри какой там бегин стоит это хрупко да на самом деле потому что может быть там мы рассчитывать на то что код такая машина он получен до нашим знакомым копиятором мы знаем что после метки f беги да а может там другую метку там вы сломаемся да это быть нехорошо поэтому самый надежный способ да просто сюда написать вот что есть мы не просто кулакал с кем-то числом аргументов до стыка машине будет все равно она будет легче на самом деле чтобы вот мы подошли к такую моменту когда нам достаточно много нужно знать какой о чём то значит мы старались от вами раздвинуть максимально далеко до чтобы нам не нужно было никакой слепочкой фраз собирает домой там мы не собирали у нас не было описания переменных там до тех пор пока не появились локальный перемен с которым же никак да вот из 10 значит нам нужно расширить расширить нашу с такую машину доона чистом его нужно расширить что нужно писать еще количество параметров и этот аргумент инструкции call стыка мыши будем дарировать она не нужен но здесь она будет нужен будем глазу будем его использовать для того чтобы скопировать да значит вот сколько-то позиции то есть копировать снять сколько-то позиции символического стыка и положить это железность так их 86 и потом здесь мы должны сгенерировать инструкцию которая еще это стык подвинуть обратно это не все это не все вот этот вызов у нас использовалась как для вызова процедур так для функции и с точки зрения стыка мыши на было все равно процедура ничего не оставляла нас таки стыка машина функция оставляла что-то и она естественно использовался на наступной машине в их 86 не так если это вызов функции то вот здесь после этого вызова да значит мы знаешь на символическом стеке останется результат и этот результат вы должны ну что мы должны с ним и даже положительно символический стоп снова сюда а если процедур ничего делать кого не надо опять таки а как это понять понять невозможно поэтому здесь мы должны завести еще некоторых флажок который говорит нам процедура тлюми функции как это узнает разор цели функции чем просто процедуру мы можем вызвать только в контексте оператора функции только в тесте выражение когда мы генерируем эту рубцу комы знаем к те с чего генируем если мы генерируем из-за функции выражение то мы предполагаем что вы за функции должно выставить false если в операторе то вот эти два значения они будут полностью дагнарируется интерпретатом стойкой машины но они нам будут нужны для того чтобы генерировать правильно код для x86 иначе будет расползаться да мы не будем знать сколько правит передать как поднять потом стык и что делать результат если мы есть вот так что еще да значит и и следующий еще вариант данных неприятный заключается в том что у нас для возврата из функции использовалась операция в такой машине and опять-таки мы не знали значит тут есть два варианта две неприятности да во первых эндов могло быть много мы на ритер не решили он всегда но теперь мы знаем что у нас и когда мы генерал машины код мы знаем что концу функции соответствует белок который стер эпилог 2 инструкции да значит там три инструкции и если вы на каждый на который есть будет генерирует одну и одеть те же три инструкции то грустно в 10 эндов и там будет три инструкции отличный лишний лишний совершенно ритер на форме много кроме того опять таки да если у вас есть ведь он с результатом с выражением то по нашим соглашением вы должны результат положить я x все должны снять символического стыка положить и а если без без то ничего поэтому опять таки не можем разобраться чему соответствует and поэтому мы должны сюда добавить еще инструкцию ритер причем с флажком до true false это ритер который считается что что свернул на стыке или которого не вернула стыке опять-таки интерпретация этого ритера любого она будет в стыка машине точно такая же как у энда яку разница вот но при генерации стыковой машины мы теперь должны генерировать на ритер на ритер на ритер причем именно с флажком с нужным датру если это был ритер на выражение и false если был ждем невооружение ну вот вроде как вот еще раз видите на читать это модификации такая машина нужно чтобы сгенерировать к потому что нам требуется половина информации без нее либо нужно каким-то образом и фраз предоставить да значит вот каким-то посторонним способом сказать например да сказать что для каждых для каждой функции функционали процедурно за тщательно или нет до сказать сколько аргументов можно было бы сделать так я предпочел него не водить новые сущности просто раскрасить немножко стыковый код вот давай сейчас посмотрим это дело вот смотрите появились вот эти это это вся раскраска да значит вот у вызова появилась значит и не только и на функции но еще и количество аргументов и признак того что это процедура или функции вы запустили функции но и улетен тоже значит кстати вот здесь вам я добавил имя но по-моему она не нужна а нужно забыл извините пожалуйста еще вот в бегине я добавил имя функции вот увидим она бы тоже потребуется эти все дополнительные параметры еще заговоре интерпретарст такому что пропускает они ему не нужны беги я должен был добавить его функции соответственно вот сейчас вы увидите да что вот здесь скажу вот видите интерпретарст таком машина он ничего не делает со вторым третьим аргументом begin тоже все пропускает да ему не интересно ничего не изменилось но и здесь и антерет одинаково вот но при генерации кода вы должны аккуратненько принять стыкового кода должна паратика расставлять все эти компилятор стыкового кода вас должен быть аккуратным вот в частности сейчас сейчас вот например видите да значит это есть эта функция которая генерирует инструкцию call она получает функции аргументы и позицию внутри выражения или внутри она этого самого вот видите внутри выражением генерируем false то есть это не процедура а внутри оператора мы генерируем true вот видите вот имейте ввиду что надо правильно расставить это делается но и соответственно тоже в return мы генерируем не and a red да и говорим правильный флажок если там ничего не было то это true если на что-то было мы говорим false но на самом деле после этого вам решать вы же будете потом это у вас исключением это всего этого на частности нас будет стандартным образом опять-таки да код каждой функции обрамляется begin and обязательно почему потому что проект мы будем генерируем пилок and вам нужен да но каждый брить он соответствует еще этот самый инструкции рез вот значит нам потребовалось изменить такую машину потому что на самом деле нашему компилятору вообще требуется нет информации некоторые некоторые дополнительной информации от сущностях программу вот теперь значит давайте посмотрим на некоторые аспекты да не поменялось генерации машинного кода что такое дело да значит у нас машинный код генерируется опять таки и так его генерируется видя символическое депутат раз такая машина но теперь у вас появились инструкции там по крайней мере begin and которые говорят о том что вы входите в тело функции которые уже скомпилировать вот значит вы должны на begin поразить что begin от начала функции вы должны беги сгенерировать пролог то есть стеком это символическом интерпретаторе с то есть наш генераторе кода когда вы обрабатывали инструкцию begin вы должны сгенерировать пролог пролог я стер он был там написано он пропал это жалко вот но вы помните вода значит прологи написано значит push ebp move esp и vp sub l что размер локальные там среды функции которые зависит от первых от локальных переменных а вторых от всего того что вас попал на железный стек пока вы компилировали код давайте им покажут кусочек вот у нас там есть такая у нас есть окружение environment для генерации кода он у вас был и он остался смотрите вот же у вас есть вот стек и вот его размер стек слоско каждый раз когда вы кладете что-то на стек вы делаете локает и вы пересчитываете да вот понятно да вы возможно открыть и смотрели подробно сюда потому что это все было вам дано все работало когда вы генерируете код да вы пользу используете символический стек символическом стеки вы сначала отводите регистры а потом с такой позиции с такой позиции уже на железном стеке и пока вы не скомпилировали код функции вы не знаете сколько требуется этих самых позиций для того чтобы все заработать на что у вас каждая функция же как главная программа между прочим да она у вас занимала куда память на стеке потому что нужно были временное значение и количество этих временное значение вы определяли под конец компиляции функции сколько-то у вас максимально глубина стека стековой машины за вычетом первых четырех регистров да это есть размер стека потребные на то чтобы посчитать вашу функцию вы должны сгенерировать константа в прологе а вы еще не знаете потому что у вас еще код скомпилирован ну так все проблемы да можно значит там отложиться до ночь подождать немножко да скомпилировать код потом есть лучший способ да значит к счастью у нас мы генерируем а цены сандер газ которыми такие вещи делать вот на самом деле вы можете использовать некоторые константы символическое определить и потом и это на самом деле часто очень используется и часто очень нужно для того чтобы прочитать размеры чего-нибудь например да вот ну если у вас небольшой программированный ассемблит это вы это не знаете вообще очень часто требуется там что-то сделать и потом начали в каком-то месте использовать там размер чего-нибудь да поэтому вот символические вычисления такие с константами перед компиляции в ассемблер хороших они реализованы да и вот короче говоря значит у нас есть такая директива у нас много директива были . да ты . те вспомните там . глобал которым использовать есть такая штука называется сет из какой быть имя а здесь камень константа вот и ее можно использовать раньше чем она определена я сам ли позаботиться о том чтобы это все было вот поэтому значит наша идея заключается вот в чем да мы когда встречаем инструкцию begin мы генерируем пролог и используя такую константу для этого должны для него завести имя да значит и чтобы они пересекались но этого как мы сделаем а когда вы закончили генерировать код функции а как а когда вы закончили когда встретить инструкцию and вы должны генерировать эпилог эпилог генерировать можете там нет никаких констант а потом написать сет н и тогда вы же знаете там размер стекла как прям все что у вас есть понятно да ну что значит для этого давайте вам покажу как это есть обсуждение неуместно потому что достаточно очевидно это значит и все сделано на уровне окружения и окружение уже придуманная работа нужно как правильно воспользоваться вот это окружение на совершенно такое же было только там кое-что изменилось добавилось туда добавились во 3 вот три компонента это три три поля аргументы локальные переменные и имя текущей функции самом начале все пусто потому что понятно в функции находитесь вот все остальное пока что вам знакомы все совершенно одинаково все одинаково все одинаково вот здесь начинать интересная штука появился метод enter enter получает f это имя функции а список параметров или список локальных переменных центры вызываете когда вы входите в инструкцию begin вы входите в begin и вы говорите для этого самого для окружения enter функция такая-то локальные перемены параметры такие-то локальные перемены такие-то что при этом происходит но при этом на самом деле что вот смотри что происходит во-первых он говорит что у меня теперь не 0 появится на стеке а столько сколько локальных переменных потому что на стеке мне нужно локальные перемены держать поэтому самого начала если выходит фунт который 10 локальных переменных у вас глубина стека сам начал уже 10 да нормально нормально подумаю это ненормально между прочим это я набрал ладно это исправлю там там берется максимум да поэтому на самом деле короче греет неправильно но это исправлю и здесь неправильно вот почему дать нельзя считать что вот вот эту длину l нужно добавить в самом конце потому что сейчас получается так что мы отводим с такой позиции да и начало стеков то попадает он пытается на локальные переменные потому что считая максим всегда поэтому не нужно прибавить потом ну ладно ничего страшно или правильным тестером вот ладно я потом разберусь этим мы это обсудим короче грязь не будешь отработать правьте тоже копия так вот значит стек становится пустым почему ходим функцию нас пока ничего не туда стек это стек символический стек когда мы входим функцию на символический стек пустому ничего еще не делаем да вот locals и аргументы да это на самом деле два ассоциативных списка вот они ассоциируют на самом деле просто имя соответствующие аргумент или локальные перемены просто с номером с ее номером в списке список пар и функции и имя функции все вы вошли вы на самом деле создали в окружении на чпе и символическая интерпретация создали среду до генерации кода здесь на самом деле симметрия данность когда мы исполняем код мы создаем локальный суд для исполнения там компилируем и стану локальную среду для как для компиляции вот значит смотрите дальше что происходит дальше у нас вот всегда была всегда был такой метод который назывался лок вот этот лок он использовался для генерации для доступа к переменам вот смотрите когда мы генерировали если вы это ее не использовать то используйте пожалуйста да вот смотрите значит у вас у нас 22 инструкции с такой машины да не работ с переменными они записывают значение переменной и и и наоборот да значит загружая зачем перемен на стек и записывают начинется стык на перемены и здесь везде для того чтобы добраться до обозначение переменной да мы использовали метод лок а слова кейшин почему потому что когда я писал сам начале так вот я знал что только самом начале наш переменности глобальная а теперь функциях она может быть глобальная она может быть аргументом и она может быть локальной переменной и во всех случаях это вот разные локации глобальной переменной это простое имя всем перемена который у вас и кнопку фали появится аргумент это смещение это косвенно адрес относительно debts с смещением с положительно смещением это самый локали перемена с отрицательным да вот эти на самом деле вот этот самый вот operand который здесь появляется для каждой для перемены он зависит контекста того фока функциях вы находитесь и для одной для разных функций да одна и та же переменная может быть там у кого и локально или как вам еще понятно и вот здесь теперь когда вас появился появилась среда в которой не только есть глобальные перемены но и локальные аргументы и вы про это знаете да вот этот метод лог вот этот метод лог он делает что надо смотрите сейчас я объясню почему я такой дикий код но он правильно значит значит смотрите аргументы почему-то отрицательное но неважно сейчас что-то у меня здесь положить и отрицательные ведь это вообще запутался аргумент по идее должно быть положительно лакал окол доживой отрицательный а наоборот значит у нас с да это оперант это пиран который описывает положение на стыке до с у нас имеет целый целый аргумент у которого как бы это как а то есть раньше еще были нас положить от нуля у нас так только был положить часто будут отрицательные потому что у нас есть позиции аргументов аргументы извините сейчас аргументы положительно вверх на стыку дано что локальный перемен отрицательно да здесь вам все наоборот надо разобраться потом вот и вот здесь что происходит да когда я пытаюсь взять размещение для переменной я сначала пытаюсь найти списка аргументов есть на есть то я возвращаю там соответствующие там положительно смещение должен взять положительно смещения если списке локальных перемен должен возвращать соответствующие отрицательное значить а если я не нашел не там несет глобальная перемена я возвращаю то что было раньше вот она понятно да значит этот код скорее сегодня правильно я его исправлю ваши ветки в пофиг по фикши а может быть он правильно просто не понимаю почему крайне все тест работают но этой ну наверное в общем короче говоря наверное это а все же все понятно все все я понял почему это сделал короче говоря это написано раз и всегда нас влиять это может только при генерации код но это уже написано да вот там в том коде который вы получите веточки да у вас вот печать этой штуки уже будет написано правильно понятно да короче имейте ввиду что если у вас есть локальные есть вас есть переменная то для того чтобы получить размещение и выключить все нужно сказать environment решеточка лог имя переменной и он сам разберется если вы правильно обработали инструкцию begin он сам разберет что из-за переменной локальные переменные параметр или глобальная да здесь здесь все правильно написано да то и действительно я это самая параметр отображаю в отрицательные а потом инвертирую них знак почему так потому что локальные переменные соответствую грубо говоря тому что раньше были просто обычно так и значение они были положительно самого начала и менять знака у них не имело смысла да все нормально вот это между прочим эти формула которые как раз описывают адресации локальных параметров аргументов относительно bp разберите потом это код вам будет доступен он никуда не денется вот так вот смотрите значит мы разобрались с тем как добираться до до среды функции да значит у нас есть локальные параметры то есть параметры как они переменные глобальные все это сделано да уже если вы для этого вам только нужно правильно сказать enter встретили begins и делать enter самый интерес заключается в том что до 3 end то вам live делать не надо почему потому что у вас не бывают сложности вот смотрите да динамики у вас функции вызывают друг друга вложено образом одна функция другую третью и так далее в статике при генерации кода у вас не бывает ложной функции поэтому вы не можете войти в функцию находясь внутри другой функции рассудился все одноуровневый поэтому вам лифт не нужен при генерации кода просто входите функцию а когда вы выходите вы ничего не делаете потому что вы оказываетесь не функции вас функция только 1 там не нужен стек либо функции либо не были вы либо функции либо нет поэтому мне нужен некой лифт да значит и такой функции такого места да нет у вас в окружении вот сейчас я покажу да вот смотрите как устроено я покажу этот код да значит его у вас не будет но по крайней мере я покажу что он есть у меня вот смотрите begin делаем enter и дальше мы генерируем смотрите что мы генерируем дамы генерирует я забыл сайс отлично вот мы генерируем пролог до push и бп мухи с пвп а дальше дамы мы отнимаем от ес п вот этот символ который у вас есть я сейчас покажу опять таки эльса из это это вот или вот это символа до который хранится в окружении сейчас я покажу он есть вот он понятно до этого за все про строку имя того символа в который будет потом записано да значит сиськи посчитанный размер локальной статики вот он у вас есть дальше когда вы доходите до инструкции это все да значит вы таким образом смогли сгенерировать обработка инструкции begin стыка машина да во первых для не ратро кода создаете среду до генерации значит вот кода функции во вторых вы генерируете собственно говоря сам пролог вот все для and немножко похитрее как я вам говорил вас может быть много возвратов с функции да но и блок выгнирует только один вот смотрите значит есть такая забавная штука данных опять таки в этом самом окружении у вас есть документ который возвращает вам метку и уникальность тоже гарантируется метка который вы имеете эпилог то есть когда вы дошли до end инструкция означает что вы дошли до конца функции вы ставите метку здесь начинается эпилог а дальше вы генерируете эпилог сам себе да значит как вы генерируете пилог ну вот вы пишете ему в его psp попьёп и return и вот здесь нужно вот такая появилась кстати инструкция в x86 я забыл про него сказать просто не дошел это просто директива любая вот есть список директива set вот видите от сайт а в январе металла кредит в иск со собрали размер точно так же как раньше да значит локальной стадии которая необходима вам для того чтобы фунт за посчитать не забудьте умножить на размер слова вот понятно да то есть вот так вы сгенерировали код для выхода из функции эпилог ветер еще определить эти мета переменные до которые давайте посмотрим во что это превращается мне окажется здесь есть какой-нибудь кодик так ничего нет ну да естественно это не может быть потому что у меня есть не тот где-то ветка сейчас она доработает вот уже кое-что есть так ну вот смотрите здесь какая-то функция достаточно большая но вот например из пилог и надо что написано эпилог вот он генерал и вот смотрите да значит вот определенная перемен здесь она равна нулю бывает такое а вот вот пролог я не знаю чем она такая как то получилось сама наверное наверное да вот да да сейчас я просто вот вот видите а сейчас нет вот вот смотрите вот она видите она здесь используется определенно ниже но все хорошо работы потому что такого на газ который умеет то делать понятно я вам сейчас объяснил как генерировать к генерировать вход функцию только только begin-end еще кол и ряд да как все был вопрос я не знаю не знаю вот не забудьте поскольку это вас константа да поскольку это вот эта штука константа не забудьте перед ней поставить доллар иначе будет плохо если вы из должен не поставить это но пытается по этой константе прочитать по адресу определять вы должны вот определять я должны обычного образа без доллара а в инструкциях использовать с долларом потому что это непосредственно пирант константа значит мы с вами сейчас разобрались с тем как генерировать пролог и пилог функции бегин и заодно мы с вами рассмотрели вопрос как правильно нарисовать на все перемены которые функции в конце есть вот этот способ он хорош тем что вам если у вас есть за чисто сам правильно бис на генератор кода для обычных глобальных переменах там ничего не надо просто функция решетка лог она если использовалась правильно то она у вас просто изменится и будет давать нужно размещение у нас им нужно разобраться еще с тем как генерировать кол и ряд значит ряд генерировать легко у нас есть и ряд инструкция с такой машины теперь да и я написано это рец с с значением или нет в любом случае вам нужно закончить это дело переходом на эпилог да то есть когда вы генерируете машину код для инструкции рец такая машина вы должны писать джамп на эпилог как взять пилог йен решетка пилог но значит да если у вас это ретерн без без результата больше делать не надо просто переход на пилог и все если у вас был ретерн с результатами если был на пистолет true то это означает что у вас на символическом стыке стыка машины лежит значение которое нужно вернуть но нужно снять и положить куда я x да значит соответственно вот здесь это проделывается опять-таки покажу это вот смотрите вот код для лет если там есть значение тогда папа им не забудьте попнуть возвращает его новый на варвин до бросаем x я и здесь можно легко бросать потому что один регистровый пирант всегда можно сделать да и переход на эпилог а иначе просто их все просто неких ровно вот и теперь самое интересное данность это вызов вызов он идеологически простой но там есть одна тонкость вот он такой я не буду показывать потому что бесполезно сейчас он там что-то умножить на 4 зачем сейчас видите я думаю что что откуда такая дичь это варса из конечно да ну почему так вот значит давайте так значит код разбирать не будем потому что он он сложнее выглядит чем чем он является когда мы встречаем инструкцию коллы стыка машины да она здесь написано номер имя функции количество аргументов и признак того что эта процедура процедура телефон если здесь там труту она ничего не возвращает а если фолст возвращается вот значит смотрите в чем дело значит момент вызова мы знаем что символическом стыке у нас лежит n значений которые являются аргументами сожалению эти значения нужно перепихнуть на стык на железо стык нам нужно обойти значит нужно сделать вот наш сделать поп символического стыка из ее инструкцию пуш того что мы сняли на стык причем обратном порядке до 1 поп должен быть последним пушим потому что мы должны скопировать их правильном порядке да то есть вот этот поп вот это поп должен быть последним пушим первый поп символическая стекла быть последний последним пушим на железные потому что мы должны вот грубо говоря это вот это нулевой аргумент это первых аргумент 2 это 3 да и мы должны снова здесь первым мы должны положить третий вторым 2 вот так понятно да имейте ввиду что мы должны скопировать просто одинаково да для этого первый пол должен быть последним пушим обратном порядке вот причем именно повода значит уже снимать фальшика стыка потому что когда инструкция такой машине она снимает уже все эти вот это первое значит поэтому вы вас вашим ваш код должен сгенерироваться такой то данность там будет пуш с каких-то зачитать всего лишь потом будет колд f окей а дальше интересная вещь да во первых вы должны естественно да значит пододвинуть стек но вы знаете как это сделать и она вас есть до умножить на ворсайз как раз который там был без четырех до изгибать инструкцию там от эль до от эль там вот это 4 умножить на ворсайз может там на что там к сп но это не все еще если у вас вас здесь от не процедура а функция тогда предполагаешь на символическом стеки она должна оставить результат да вот предполагается что на символическом стеки после этой после этого вот после этого вызова остается результат символическом стеки стыка машины у вас здесь предполагается в регистре x есть результат который нужно положить на символический стык после этого если здесь написано false то есть это не процедура то нужно отвести новую позицию символическом стеки и туда записать x иначе расползется вот и это еще не все вот дело в том что мы можем доказать такой довольно забавный вариант если мы делаем короче говоря как каждый оператор в нашей стыковой машине каждый оператор начинается при нулевом уровне стыка и заканчиваем ловность теку это на вариант можно доказать доказывать не будем мы можем самом начале у нас нулевой уровень стыка да и вся эта самая вся программа нас это операция и короче говоря когда вы начинаете пират вы начинаете при пустом стыке заканчивайте его тоже при пустом стыке все операторы они на перевод пустой стек пустой стек да а для выражения не так выражение из промежуточные результаты которые лежат на стыке давай сделает там и считали что-то там и вы получили носа вот если вы посчитали которое выражения бы на самом деле получить результат на считаете поэтому в какой-то момент находясь где-то в глубинных вычислений вы держите грубо говоря там все левые ветви предпочитанные до точно стыке короче говоря для выражения это не так для выражения у вас вообще говоря стык не пуст если бы он был был пусты для выражения то не нужен бы стык очевидно да вот и дальше что происходит смотрите если у вас вызов происходит в контексте вызов как оператор да то стык пустой их нехорошо но хорошо но если у вас вызов происходит в контексте выражения что-то пустой и в нем есть кое-что полезное то что будет использовать восток вы посчитаете эту функцию доверять результаты он будет смешиваться с теми зачем которые лежат на стыке и тут есть тонкость потому что стек стековой машин он размазывается по регистрам и по стыку их 86 вот и когда вы входите в функцию вы входите функции начинает генерировать код как будто вас пустой символический стык и вы начнете использовать те же самые регистры которые возможно лежат на символическом стыке момент вызова с точки зрения там тестики трансляции это известный эффект когда при вызове функцию портите регистры это вообще известно что там есть разные подходы да там можно сделать так можно предсказать что вот вы каждая функция имеет право портить вот какие-то регистров какие-то на немеют работе у нас беру причем тогда мы не имеем право портить его по например поэтому кстати у храним до тщательно но вообще мы считаем что мы можем порт любые регистр наши функции она так устроена что когда как капли рост код мы считаем что все регистрам доступны но момент вызова да какие-то регистр хранят какие-то нужные для вызывающей функции значения с точки зрения там модели генерации нашего кода это соответствует ситуация раз не пустой символический стык она там есть регистровой части и что за 7 делать их нужно сохранить на сцене вот теперь вопрос как узнать что нужно сохранить нас так железность тогда перед вызовом и восстановить после да надо обойтись фаллический стек собрать сервис который там есть и вот у нас в варименте уже есть такая такая штучка которая называется live registers сейчас вам покажу а где она она вот здесь вот смотрите она очень просто устроен она просто делает выжимку символического стека состоящий из них только регистров и вы должны вот тогда у вас значит здесь полгать получается такая штука смотрите перед тем как совать аргументы для функции вы должны вот здесь сначала сохранить регистры которые живые да потом вы кладете аргументы как мы говорили да нужно скопировать символический стек на железный потом делаете колу потом поднимаете стек потом кладете если нужно результат из я x на вершину символического стека а потом восстанавливаете регистры и вот только если вы это сделаете у вас все будет работать хорошо давайте я покажу это вам кусочек этого кода чтобы показать что он вовсе не такой страшный ну вот смотрите вот здесь я прежде всего генерирую на самом деле код не генерирую код я его генерирую на пока никуда не вставляю да я генерирую и значит пуш и попы для сохраняемых регистров заметьте что когда я буду потом соединять код вместе дата push r я должен буду положить в прямом порядке по правообратным да у меня грубо говоря за число код генерирует там push я x pop я x push и bx поп его из но если я говорю push я x pop push и bx я должен говорить pop и bx не забудьте перевернуть да не перенете будет приятности но здесь я просто генера на кусочка кода они пока никуда не пошли дальше здесь вот начинается значит вот ситуация когда мне 0 аргументов смотрите до 0 аргументов это простая ситуация я что делаю я генерирую сначала сохранение регистров пушер да потом вызов 1 0 аргументов то ничего поднимать не надо аргументов не было да я говорю листре в попер все эти сохранил регистры вызвал функцию остановил регистры если аргументы есть вот мне нужна такая штука которая занимается рассовыванием аргументов символического стыка на железо да вот push arc вот он так устроена но вы напишите откат как нибудь да значит еще раз говорю нужно сделать поп символического стыка и положить на это сам вот здесь этот самый аккумулятор он собирает код собирает код и он будет автоматически обратно порядка уже впрочем то здесь будет очень удобно вот соответственно вот я получил новый 2 почему у меня новый двор и потому что когда я снимаю свой диска стыка получая новый двор и мента поэтому должен все аккуратненько потащить вот push с это аргументы ну и все дальше что происходит сохранили регистры положили аргументы вызвали функцию как я сказал да вот это значит что это я поднимаю стык обратно здесь должно быть не 4 в процесс потом я восстанавливаю все регистры а потом я еще кладу да значит вот я x на вершину символического стык если если это был если был возврат результаты ведь я завожу новую позицию на символическом стыке кладу я их на это можно делать baby бизнеса сам без без опасения потому что в регистрах который сам сохраняя там есть не может быть мы его там не распределяем никогда стык не появляется ну вот собственно говоря это в целом так как она происходит да значит там возможно здесь вот мне там с уровнем стыка я что-то сомневаюсь что меня но я просто не одном то есть нет не из локальных переменах и поэтому все равно в общем я это исправлю и поправлю вашу веточку а еще лучше если вы сами найдете ошибку если он там есть и выстрелите вот ну и собственно говоря да она все работает том числе работы скажу если я уберу если я уберу скажем это самое давайте я уберу что показать что действительно имеет значение да сейчас я сейчас нет не сюда если я уберу например сохраняя регистров которые так убрать сохраняя регистров проще всего сказать что у меня них не бывает так силу если не буду сохранять регистры да то действительно вы . ну да ну да так сейчас сейчас извините ему просто нужно здесь тип вот он не смог определить и поэтому стало нехорошо вот вот я как не смешно да большинство будет работать но первый же разность что только тест 31 ну вот да начало от них неприятности давить у нас за функции до происходит выражение факт n-1 вот n у нас попала на регистр она в его x попала понятно да я не сохранил и поэтому до вошел факта я его испортил вот поэтому это действительно нужно но еще раз говорю увидите все остальные тесты до которые там были без вызов в контексте выражение они все устояли почему потому что там ничего сохранить там все пустое давайте еще раз проверим сейчас заработала сейчас она должна заработать давайте-ка тест 030 да ну в общем это тоже должен был упасть наверное просто из-за того что там давайте сделаем давайте вернем здесь здесь должен упасть на так кто упал 30 упал теперь ну да тест 030 за нибудь какой-нибудь там фибоначчи да а 29 вот а 29 они прошли на самом деле потому что там везде мы вызываем функции только в контексте оператора там стык пустой вот вот так что на общем собственно говоря значит здесь вам предстоит некоторый инженер на вот умеренное по объему вот а вот еще что забыл сказать да тут есть такая еще забавная штучка значит это все тоже написано на доступно значит теперь когда нас появились функции значит раньше у нас функции не было да и манировали код для функции и мы на самом деле делали там от хок до преобразования мы сначала генерируем код для для всей программы а потом заворачивали функции потому что на вас и мир эта функция до функциями но теперь у нас есть функция да поэтому на самом деле мы должны просто при генерации кода да значит превратить наше тело программы снова тоже функции как это делается вот смотрите да значит вот здесь саму программа превращая функцию которая добавляю return 0 и имею это проводило потому что точно знаю что в теле слова программа стерна быть не может у нас так язык устроен до чтобы в самой программе не пишем только функции поэтому я знаю что мое тело обязательно там дойдет до конца да значит я в конце дома добавляю return 0 но это считать неправильно мы много чего не проверяем да начало мы считаем если вы между прочим напишите что страшно произойдет как вы понимаете да все бы очень хорошо вот ну и кроме того смотрите что мы творим до ночи мы перед тем как мы сначала компилируем значит код с такой машина а потом начал добавляем нечто что превращает функцию добавляем метку лэбл мэйн и добавляем begin main там два пустых списка то есть мы на самом деле скомпилировали с такой машины наш код код тело функции те тело программы как тело как раньше да а теперь мы из его при сделали функцию чтобы нас в генерации их 86 гнирова это просто обобщение да начнем просто переиспользовался сам механизм если вы видите то у нас теперь пропала одна функция не раскопка назвал там ген юнит там до которая занималась этим ровно до что она начала генерала код а потом превращала специально образом функцию на земле потому что так требуется теперь у нас функции есть нужно просто аккуратно саму программу главное превратить функцию вот ну и вот так вот значит здесь еще раз говорю в ваши веточки да значит там вот весь код обрамления будет вам доступен вы можете всего там почитать еще посмотреть вот и на самом деле 90 процентов проблем обычно происходит именно при написании этого сервисного кода потому что там там много где можно ошибиться в отличие от от содержательной части да вот по моему все уже рассказать про вложенные функции не успею может быть как вы другой раз другой год не знаю если вопросов нет давайте разойдемся значит я ожидают что вот теперь да теперь у вас весь наш набор тестов который у нас есть лучше будет машину культуры машину код между прочим который получает с помощью таких проектов достаточно гадки да потому что значит вот вот перекачивание этого символического стыка если вы напишите например смотрите напишите там вы за функции f123 то что произойдет да вы напишите сначала move 1 в ебэ x move 2 и цикс ему в этом такие въеды а потом push и эти совсем эти самые все регистры то есть вот перекачивать этот перекачивание от вас так и символического на железо да это достаточно убогая вещь но зато все работает вот дальше уже можно оптимизировать еще раз говорю да значит перед тем как делать что-то что-то улучшает нужно убедиться что это работает